Четвертое условие молитвы Это намерение Вместо намерения сердца Что касается произношения, языком намерения, то это является нововведением Я, допустим, совершаю моление дома И выхожу с намерением совершить молитву в мечте Не обязательно, чтобы мое намерение сопровождало То есть, то, что я совершил омовение, вышел с дома с намерением совершить намаз Это и есть мое намерение совершить намаз Пятое условие Это ритуальное очищение Я не могу завойти в молитву, пока не совершу малое или небольшое омовение Некий человек справил, допустим, нужду или же у него вышли газы И он пошел, помолился без ритуального омовения Его молитва не действительно Или же, допустим, вышла из него сперма И он помолился без большого омовения Его молитва не действительно Поэтому я не могу войти в молитву без большого или малого омовения Шестое условие Это отсутствие скверны Будь то на теле, или же на одежде, или же в том месте, где ты собираешься совершить молитву Я помолился И после молитвы Увидел на своей одежде некий вид скверны Ничего о ней не знают Или же забыл о ней Не надо перечитывать молитву Если же я увижу наличие скверны на одежде То я обязательно должен либо поменять одежду, либо постирать ее